Стартует новый проект. Украсим свой дом. Пять мастериц вам покажут свои работы. Я, ассортист Валентиной, творческий сундучок Татьяна, Зульфия Тинана, Ольга Козулина, Жизнь Прекрасна. Работа моя будет в технике пицца. Я взяла нижнюю ткань, у меня нетканное полотно, сверху положила паутинку, выкладываю небо, но небо у меня и габардин, и атлас, и крепсатин. Берем разные оттенки ткани, любые лоскуты. Выкладываем так, чтобы не было зазоров. Желательно располагать ткани друг на дружку. Захлёстом примерно один сантиметр. Потом выкладываем фон. Лучше начинать сверху и идем мы вниз. Так будет вам удобнее и проще. Заполняем все наши пустоты. Видите, я делаю фон, беру любые ткани, но разные по оттенкам, чтобы был перепад цветов. Решила я сделать деревья, березы. Вырезала я их произвольно. Взяла светлую ткань. Это у меня портьерная ткань. Накидала черточки. Вот так все просто, элементарно. Гамачок. Сейчас я его привяжу к дереву. Туда я размещу нашего сказочного героя. Все это будет делаться со стёжкой. Я делаю сказочную деревню. Ну куда деревня без домиков? Вот такие простые домики. Просто прямоугольничек, крыша произвольная, труба, окошки, дверцы и всё. А здесь у меня стол, стулья. Вот именно деревянные. Настоящие деревенские. Выкладываю сказочных героев. Это у меня сморфики. Сморфики это забавные наши любимцы. Они все милые, все разные. Но маленькие, хорошенькие ходят в трусах и в шапке. И может быть в ботинках. Видите, я каждому сделала трусы. Шапки у всех разные. Ну, дополняю цветами, листочки. Я заранее подготовила все картинки всех героев. И так визуально прикинула по полотну, где у меня что будет размещаться. Вот я сейчас размещаю, но наклей-карандаш пока что я не приклеиваю. Потому что в процессе работы где-то что-то будет меняться. Когда все встанут на свое постоянное место жительства, тогда можно уже приклеить наклей-карандаш. Береза. Она и есть береза. Черные полоски я приклеиваю. Потому что в березе ничего не будет меняться. В процессе работы всегда появляются мысли. Там дополнить, там переделать. А вот сюда я вот это добавлю. А вот, а этот с этим будет лучше смотреться. А дай-ка я ему вот это сделаю. Ну, как-то так. Там лоскуток и там лоскуток. Вот так и рождаются красивые полотна. Ну вот, посмотрите, моя работа практически готова. Все лоскутки я разместила. В основном брала я обрезки. Хорошую ткань я не резала. И смотрите, я внесла дополнение. Сделала травку такую. Здесь устроила пикничок. Это у них, ну, наверное, торт. Сделала кружки. Даже сделала отверстие под ручки. Они сидят, пьют, гуляют, веселятся, танцуют. Вот так мило. Смотрите, здесь я протянула веревку. Повесила белье сушиться. Но все-таки какое-то разнообразие. Сделала велосипед. Посадила смурфика. Но руки я ему не стала делать к рулю. И возвращаемся чуть сюда. Дом я переместила. Потому что я сначала веревку сделала к березе и к дому. Ну, как-то некрасиво смотрится. Я решила это поменять местами. Гриб переместила. И смурфики. Это наши сказочные, забавные герои. Они меньше гриба ростом. И получается гриб-то в два раза больше, чем они сами. И посмотрите вот сюда. Здесь смурфик тянется с ножницами. Ножницы, посмотрите, какие я настоящие портовские сделала. Он тянется к веревкам, которые привязан гамак к березе. Он хочет их перерезать. Потому что ему завидно. Тот все валяется и валяется. Да еще на подушке балдеет лежит. Ему тоже хочется. Всем смурфиком сделала обувь черную. Конечно, я немножечко проиграла. Я взяла бежевый цвет. Ну, что было, это обрезки паркетной ткани. Конечно, надо было их делать, наверное, трикотажные. Или из какого-нибудь совсем светлых-светлых тонах. Здесь смурфик играет в мячик. Но вы должны понимать, что будет стежка. Будут дополнительные стежки, линии другого цвета. И будет растегиваться. И гамак будет красивый. И футбольный мячик, как настоящий мячик. И солнышко будет улыбаться. Что касается берез. Они немножечко такие облезли. Нету много-много листвы. Может быть, я сейчас прям совсем немножечко добавлю. Но чтобы были видны контуры нашей березы. Ну, вот, как-то так. Сверху буду использовать фатин. Наверх можно положить органзу. Хотела органзу, но у меня цвета были и зеленоватые, и голубоватые. Но здесь и так много зелени. Не стала трогать. Решила сделать белый фатин у меня. Белой органзы нет. С органзой будет больше играть. Я выкладываю фатин. И прохожусь утюгом. Здесь у меня была внутри паутинка. Паутинки или флизелин. Ваши картинки все приклеются. Как вы заметили, что все я мелкие детали приклеивала на клей-карандаш. Очень удобно, девчонки. Или вы берете также паутиночку. Нарезаете мелкими лоскутками, кусочками. Подкладываете, проходит утюгом. Все, у вас никуда ничего не убежит. Вам не придется много-много делать булавок. Перед тем, как накрыть фатином. Девчонки, пробегите взглядом. Все ли лоскутки у вас лежат хорошо. Видны ли где-то, может быть, ниточки. Уберите все сразу. Я беру мокрая марля. И утюгом, вот такими движениями сначала, я прохожу. А потом можно смело проутюживать. Вот и все. Сейчас я марлю еще раз намочу и вот сюда ее передвину. Ну, а теперь я фиксирую булавками. Но стараюсь захватить сразу несколько детальков. Девчонки, это очень интересная и кропотливая работа. Вы знаете, я делала эти наброски, наверное, полдня сегодня на одном дыхании. И мне лично нравится этим заниматься. Ну, около телевизора я не валяюсь. Кто-то скажет, ерундой занимаюсь. Ну, может быть, и занимаюсь ерундой. Но самое главное, мне нравится сам процесс. И знаете, как говорят, хлам в дело. Вот это у меня так и получается. Хлам в дело. Из лоскутков создаются вот такие красивые работы. Причем таких работ нет ни у кого. Это индивидуальная работа. Очень даже миленькая. Когда вы делаете такие работы, шьете из лоскутов, то повторить их в точь-в-точь, даже если будет одинаковая картинка, повторить вы не сможете по-любому. Они будут все равно другие. Форма другая, цвет другой. Вот видите, съехала у меня крыша. Поправляем крышу и фиксируем булавками. Не забудьте написать комментарий, понравилась ли вам эта работа, сам процесс. Делали ли вы когда-нибудь пиццу? Вот такие работы. Или вы делали простую пиццу. И обязательно напишите, девчонки, нужны ли вам проекты, какие мы устраиваем. Потому что создается впечатление, что вам проекты эти не нужны. Тогда мы будем, точнее не будем, заморачиваться. И проектов не будет. Будем делать, как всегда делали, индивидуально на свой канал. Но совместная работа, она же интересна. Вы прогуляетесь по нескольким каналам участников. Посмотрите на работу мастериц. Также, может быть, подпишетесь. Может быть, будете просто в гости заглядывать. Ссылка будет в описании, под видео. Заходите, посмотрите. Там достаточно нажать на канал, и вы сразу окажетесь на этом канале. А еще, девчонки, пожалуйста, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы хотели видеть на наших проектах. Дело в том, что сейчас всплывает очень много хороших каналов по шитью. Причем уже таких достаточно больших. О каких мы даже не знаем. Нам YouTube их не предлагает. Вот кого вы смотрите, на кого вы подписаны. Напишите, мы с ними свяжемся и сделаем совместный проект. Ну, возвращаюсь к картине, зафиксировала булавками и отправляюсь на свободный ход. Я начала делать стежку потихоньку-потихоньку. Но я стараюсь. Есть у меня белый цвет, я делаю белым цветом. Когда я белым цветом все сделала, я перехожу на другую нитку, чтобы туда-сюда это все не менять. Девчонки, наматывайте сразу несколько шпулек, потому что шпульки заканчиваются очень-очень быстро. И хочу обратить ваше внимание на листву. Вот наше дерево. Мы просто накидали с вами бесформенные такие листья. Но как-то они не очень смотрятся. Пустила я строчку. Сначала по контуру прошлась, потом серединку два раза, и потом я сделала прожилки. Специально взяла именно контрастную нитку, салатовая. Здесь сделала закрепку. Нитку я не отрезаю. И сразу перехожу на другой листик. Делаем закрепку. Также прохожу по контуру и делаю серединку. У вас уже есть закрепка, и вы вот эти нитки уже можете смело отрезать. Узелок не надо. Не обязательно его завязывать. Ну, а по поводу берез. Сюда же я добавляла темные полоски, да, как у березы. Я прошлась белыми нитками тоже произвольно туда-сюда, туда-сюда. Я понимаю, что я увеличила объектив. Вы скажете, ой, некрасиво, неаккуратно. Нет, девчонки, вы смотрите издалека. Картины смотрятся издалека. И очень даже интересно смотрятся. Грибы. Мы все знаем прекрасно, что мухоморы, наверное, это самые красивые грибы. Но я пошла своим путем. Я прошлась зигзагом, мелким зигзагом, вот так, как по спирали. И сюда я пришлю бусины. А на ножку я сделаю дверьку, окошко, что-нибудь такое. Вот мои кустики. У меня ткань здесь светлая. Я пустила салатовый цвет. Его хорошо видно, но он смотрится совершенно невыигрышно. Вот эти листики, кустики я буду делать зелеными нитками, чтобы был перепад. Здесь я прошила белыми нитками, но здесь буду добавлять еще другой цвет. Я начала делать стежку сначала с неба, потом делала в фон. Потом переключаюсь на всякую листву, да. Сначала я беру объемное. Ну, а потом у меня начнется действительно ювелирная работа. Я буду делать с морфиков. Ведь людей, животных очень тяжело делать. Иногда приходится руками. Спешить, если на машинке вы прошиваете, не надо ни в коем случае, потому что какая неправильная строчка, немножечко неровная, но она испортит просто-напросто лицо. Ну, вот и посмотрите, моя работа уже готова. Получилась она солнечная и яркая. Конечно, смурфики смотрятся чуть-чуть мрачновато. Надо было брать более светлые оттенки ткани. Солнце у меня. Вот настоящая тетя или даже дядя. Вроде и красивая, и в то же время очень строгая. Я пришила бусины белые. Глазки сделала я бисер. Ну, они бисер такой маленький, но все равно очень даже хорошо смотрятся. Вот этих двух смурфиков я прошивала сначала на машинке, но из-за лапки их было не видно. Остальных я делала все вручную. Мебель у меня получилась как настоящая деревянная. Я пустила коричневые строчки и сделала как бы имитацию бревна. На кусты я немного добавила других оттенков и получились вот такие у меня заросли. Девчонки, не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте. Лоскутов у всех много, ведь из ненужных лоскутов можно создать очень красивую, миленькую вещицу. И я специально взяла картину, купила в распродаже. 320 рублей. Это уже у меня картонка есть, уже рамка есть. Мне остается только вытащить скобы. Иногда в картинах есть вот именно вот эти зажимки, с ними намного проще. Здесь уже прикреплена, видите, веревочка. Сейчас убираю, вставляю картину и все, моя работа полностью готова. Но прежде чем вставить, я должна пройтись по периметру на оверлоке. Хоть это будет все закрыто, это видно не будет, сыпаться не будет. Но для красоты, девчонки, обязательно надо, чтобы ваша работа была, что с лица, что с изнанки, всегда хорошая. Обратная сторона у меня вот такая получилась. Ну, в принципе, тоже чистенькая. Я саму картину вставила в рамку, но мне ее еще надо натянуть и прибить на скобы. Видите, она немножко не натянута. Информация для тех, кто хочет сделать такую работу, но не знает, нет мыслей, какие взять картинки. Открываете Яндекс, набираете картинки, нужную тему, печатаете и берете вот эти вот эскизы. Я переводила смурфиков только через копирку, остальное все мое. Берете понравившуюся тему и ее развиваете. Дополняете что-то свое, вот меняете местами, что-то увеличиваете, что-то прибавляете. И у вас получается не оригинальное, как в интернете, а что-то свое. Заходите в гости на мой канал, обязательно пишите комментарий, пройдитесь по каналам-участникам. Очень будет интересно, девчонки. И заходите на мой второй канал кулинарный, рецепты от Никиты. Ссылки будут все в описании под видео. Вам достаточно нажать на синий шрифт этого канала, и вы сразу же окажетесь на этом канале. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. С вами Валентина Никита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok